Привет всем! Вы оказались на канале Райская Жизнь на Канарах, с вами Екатерина. Сегодня я нахожусь в этом комплексе апартаментов на юге Гран-Канарии и решила не проводить время, только нежность на Канарском солнышке. Решила, девочки, продолжить нашу с вами рубрику, читая ваши письма, и поговорить про первое свидание, которое сейчас очень непросто организовать в Испании. Я прекрасно знаю, так же как и вы, о всех трудностях, которые вы испытываете, чтобы выехать в зону Шенген, и многие из вас молодцы, организуют первые свидания, например, в той же Турции. Но что происходит с вами, как ведете себя вы, приезжая за границу, на Черноморское или Средиземноморское побережье, какие ошибки допускаете вы, сегодня разберем на примере одного письма, которое я получила от одной моей подписчицы. Итак, давайте назовем мою героиню Надеждой, которая приехала в Турцию, чтобы увидеться, наконец, со своим испанским кавалером и провести с ним 10 дней на Черноморском побережье. Вроде все было хорошо, но видела я, что он кайфовал от того, как я его обхаживала в быту. Он совместил приятное с полезным и посещал стоматолога. То тут очки подай, то там салфетки поднеси. А потом озвучил, что ему нужно купить две рубашки белого цвета с коротким и длинным рукавом. И как-то так получилось, что купила я эти рубашки для него. В ответ было, конечно, сказано спасибо, но в дальнейшем я также могла сама рассчитываться в кафе или такси. Как-то меня смутило, он не сопротивлялся. Ну и в ответ я не получила ничего. Своё пребывание рядом с ним оплатила сама, ибо он не возражал. Хотя понять его тоже можно. Дама из Тиндера согласилась на встречу на нейтральной территории. Кто её знает, вдруг мошенница. Это мой первый опыт за месяц пребывания в Тиндер и первое знакомство с иностранцем. Учу язык, друг друга понимаем на бытовом уровне. Надежда, что бы мне хотелось сказать и вам, и всем женщинам, которые смотрят меня на моём канале. Что самая главная наша проблема, нас, славянок, я имею в виду, что повстречавшись с мужчиной и тем более поехав с ним в отпуск, мы почему-то все абсолютно думаем, что это наш мужчина, я его женщина, мы в паре. Плюс ко всему наш мозг даёт нам сигналы, что у нас есть общий очаг, пусть даже это будет гостиничный номер, что мы вместе разделяем трапезу, что наши зубные щётки стоят в одном стаканчике, понимаете? То есть мозг видит абсолютно все сигналы, которые свидетельствуют о том, что у нас создана вроде бы какая-то ячейка общества, пусть даже мнимая. Другие девушки, которые так не думают, всё равно пускаются во все тяжкие, возьмём это выражение в кавычки, и стараются понравиться как можно больше, стараются угодить как можно лучше. Поэтому вы сами написали, что поднеси то, поднеси это. И вы это делали, и видели, что ему это нравится, и тем самым у вас была мотивация продолжать, продолжать в таком же духе, чтобы прийти к своей намеченной цели. Конечно, добрая половина из вас мне может спросить, и что теперь делать? Не стараться, сделать вид, что живёшь ты с карифаном, простите меня за выражение, с друганом, что вы приехали в отпуск напополам, и в общем-то зачем прикладывать какие-то усилия? Нет, на самом деле, девочки, речь идёт о том, что мы, когда вступаем в отношения, по старой нашей славянской привычке мы пытаемся вложиться в них почему-то больше. Почему? Потому что я объясняла в своих других видео, что у нас, естественно, на нашем пространстве существует некий дефицит мужчин, и это уже на генном уровне, знаете, даёт нам определённые паттерны, как бы сказали психологи, модели поведения, то есть мы пытаемся завоевать мужчин, а не наоборот. И даже приезжая в отпуск за границу, даже находясь в гостиничном номере с иностранцем, вы ведёте себя абсолютно так же, как если бы это была Россия, вы оказались бы с россиянином, или в Украине с украинцем. То есть вы не досыпаете, я точно знаю, вы не доедаете, потому что, не дай бог, не показаться голодной. Утром встать пораньше, чтобы подправить прическу, нарисовать глаза, быть свежей, как огурчик, разбудить массажиком, шепнуть в ушко бой нас дес. И ко всем этим стараниям добавьте ваш билет туда и обратно, который вы заплатили и, можно сказать, разорились, потому что для нашего бюджета, для этих зарплат, маленьких, низких, которые вы получаете, девочки, это огромные деньги, это просто разорение. Если кто-то не может посмотреть на себя со стороны по тем или иным причинам, кому-то, может быть, правда, глаза колет, давайте представим, что у вас есть свободные денежные средства и перед вами человек, который, в общем-то, неплохо выглядит, он прилично одет, чем-то он там занимается, промышляет на жизнь, но почему-то вам кажется, что если вы инвестируете в его какой-то неизвестный проект, то это принесет пользу вам обоим. И вы начинаете перечислять ему денежные средства. При этом он ничего вам не обещает и вы, несмотря на это все, на неясность ситуации, вы продолжаете переводить ему деньги. То есть, на что вы надеетесь, вам любой человек скажет, да вы с ума сошли. Человека вы не изучили, бизнес-план вы не видели, вам он показался каким-то одаренным и вы, как инвестор, решили распрощаться со своими деньгами, потому что повелись на какие-то свои собственные иллюзии. Как в бизнесе, так и в отношениях нужно девочке дружить с головой. Если вам ситуация до конца не ясна, зачем вкладывать все свои силы, все свои эмоции, те небольшие деньги, которые вы имеете, я уж не знаю, либо накопив, либо попросив аванс. То есть, вы почему-то вложили в одного непонятного конька-горбунка и рассчитываете на свое долгожданное женское счастье. Напрасно. И как последствие произошло то, что произошло с рубашками. Он сказал, что мне нужны рубашки, и вы почему-то поняли, что это вам нужно купить ему рубашки. Ваша голова давала вам сигналы, что старайся больше, инвестируй больше, а вот что-то выгорит. У вас, у женщины, кроме того, что вы обладаете своей женской ценностью, своими женскими ресурсами, сейчас в ход пошли деньги. Вы платили за кафе, вы платили в такси, вы платили за рестораны, купили ему одежду. Вместо того, чтобы проверить этого мужчину и сказать то же самое про вашу потребность, что ты знаешь, мне нужно новое платье или мне нужна новая блузочка. Хорошо, невозможно рассчитывать, например, в вашей истории на то, что мужчина, оказавшийся с вами в совместном отпуске 50 на 50, согласиться, вырвется вперед с инициативой обновить вам гардероб. Ну хотя бы можно было изобразить в магазине, что вы не знаете, что выбрать, что вы мешкаетесь между первой блузочкой и второй. Я вам хочу сказать, что любой маломальский, мужественный кавалер в Испании в этой ситуации, если не заплатит за две блузки, то скажет, давай ты не будешь ломать голову, давай я тебе подарю вторую. Мужчина увидел, что вы стараетесь не только физически, но и финансово, он конечно же прекрасно все понял, что он представляет для вас какую-то особую ценность. И что совершенно точно, то что проверено и на моей практике, и на практике других женщин, что такие жесты стоят отношений. Либо в начале, либо чуть позже. Здесь я вспоминаю одну историю, которую мне рассказала, слава богу, мой бывший жених, на которую я опрометчиво не обратила внимания, но потом я получила сполна за то, что я была такой легкомысленной в начале, когда мужчина мне рассказывал очень много о себе, и я как-то, знаете, ну не придала значения этому происшествию, можно даже обозвать это так. То есть он мне рассказывал с легкой долей иронии, что он встречался с девушкой, у которой зарплата была всего лишь 450 евро, и которая подарила ему на Новый год, либо это был день рождения, рубашку брендовую за 200. И когда он пришел к ней домой, он увидел, что квартира абсолютно неотапливаемая, что эта девушка переносит обогреватель с ванной в спальню, чтобы не замерзнуть после душа. И он, естественно, ей не сказал, но подумал и озвучил мне, что, конечно же, я увидел, что она очень заинтересована во мне, что она стремится всеми фибрами души, всеми правдами и неправдами выйти замуж. И поэтому, ты знаешь, в этой истории я просто посмеялся. Какая дурость тратить половину зарплаты на рубашку мне, когда мы с ней едва знакомы. Кстати, не хочу вас дезинформировать, не хочу вас, так сказать, повести по другому пути, потому что о замужестве нужно говорить. Только когда это стоит говорить, чтобы или не испугать мужчину, или не ввести заблуждение в начале отношений, в середине, либо на втором свидании, либо на пятом. Давайте договоримся так. Если это видео наберет 300 лайков, то я обязательно сниму отдельное видео про то, как говорить на эту деликатную тему. И стоит ли вообще говорить это испанскому мужчине. Так вот, с мужчинами, девушки, такие денежные инвестиции, которые едва вам по силам, они не работают, но функционно. Мужчина будет их видеть в своем свете, что вы очень заинтересованы в нем, и поэтому он будет как будто бы отдаляться. То есть то, что вам кажется, что вы этим расположите больше, может быть вы влюбите больше, это имеет как раз таки обратный эффект. И я знаю, что очень многие из вас сопротивляются этой идее, и голова пытается найти доводы, что так как я объясняю, так нельзя. Нет, надо проявить себя как можно лучше, показать все свои положительные качества, что мне ничего не жалко для отношений. Но давайте с вами поступим так, давайте вашу голову уговорим. То есть если вы видите, что мужчина щедрый, галантный, что он раскладывает вам по полочкам, как вы с ним будете развиваться в отношениях, как вы переедете, как вы будете жить, и вы видите жесты, реальные жесты, а не обещания, то тогда да. Но когда это первое свидание, тем более у вас нет других претендентов на вашу руку и сердце, когда вы не понимаете, кто перед вами кот в мешке, либо темная лошадка, то есть какой зверь перед вами, то девочки в этом случае, пожалуйста, будьте осторожны. Мужчина делает один шаг, вы ему шаг навстречу, он два шага, вы два шага навстречу. То есть здесь баш на баш. Пусть с его стороны это будут какие-то финансовые жесты, либо эмоциональные, либо еще какие. И с вашей стороны соответственно ваши посильные женские жесты. Плюс мне хотелось бы в этом видео дать вам парочку хороших советов или лайфхаков. Если вы такая инициативная, если вы такая самостоятельная и решили лететь в ту же Турцию за свои же деньги на первое свидание, то пусть это будет первое свидание не с одним единственным кандидатом или претендентом. Будьте стратегами, девочки. Организуйте несколько первых свиданий. Это на самом деле очень просто сделать. И вы знаете, этим же самым занимаются мужчины, которые приезжают в Белоруссию, в Украину, в Россию, из Испании. Они занимаются ровно тем же. Они селятся в гостиницах и организуют свидания с двумя, с тремя девушками. Поэтому, как я и говорила в других своих репортажах, берите на вооружение мужские методики выбора спутницы жизни. Это на самом деле сделать очень просто. Разговаривайте изначально с тремя, с пятью, с семью кандидатами и объясняйте, в какой период времени вы будете находиться в Турции. С подружкой, с экскурсионными целями, что у вас есть планы на множество маршрутов и посещения разных городов. Таким образом, с одним женихом вы можете встретиться в Алании на два-три дня, попить турецкий чай или кофе, полакомиться сладостями, съездить вместе на совместную экскурсию. С другим женихом вы договариваетесь на другой период времени, либо в этом же городе, либо в другом. И таким образом, вы проводите за ваш небольшой короткий отпуск несколько первых свиданий. И здесь внимание, не надо писать мне каких-то разъяренных, критичных отзывов о том, что я пропагандирую не весь что. Речь идет исключительно о смотринах. Здесь мы будем с вами говорить девочке о том, что мы хотим посмотреть на мужчин, что они представляют из себя в реальной жизни, какими жестами они готовы завоевать наши женские сердца. Зачем я еще раз спрошу вас вкладывать инвестиции в одного непонятного мужчину, который понаобещал вам в интернете не весь что, в итоге явился. И как, например, в истории с Надеждой, он со своей стороны вложил только лишь свое время, а вы, приехав и увидев его, подумали, что все это ваш суженый-ряженый и сразу кинулись в бой. Демонстрировать вашу красоту, демонстрировать вашу женственность, щедрость, радушность, теплоту душевную и так далее. Еще раз повторю одну ключевую мысль. На первых этапах имейте в голове идею равных инвестиций. Он шаг навстречу, вы ему шаг. Иначе вы будете вызывать отторжение или по-испански речасу. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, девочки, было информативным и полезным. Замотивируйте меня, пожалуйста, своим лайком, чтобы я продолжила снимать видео из рубрики «Читая ваши письма». А с вами была Екатерина. Всего хорошего. Ясто Пронто! Субтитры создавал DimaTorzok